Добрый вечер! О событиях уходящего вторника вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков, смотрите в нашем выпуске. На первом этаже квартира голая, и на втором этаже квартира голая. Очередное обрушение. В жилом доме под Достоевского, 4, обвалилась наружная кирпичная стена. Когда мужчина напал на женщину, отобрал у него пакет. И воткнул в лицо ножницы. Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку. Полагаю, что имеет место все-таки превышение должностных полномочий. Служебная проверка, отстранение от работы и заявление в прокуратуру. Нешуточный скандал в краевом Росимуществе. Обрушение. Очередное обрушение жилого дома. Накануне вечером обвалилась часть аварийной двухэтажки под Достоевского, 4. Это бывшая улица 2-я Луначарского. Эвакуировано 8 человек, включая двоих детей. Последствия ЧП ликвидировали 40 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники. Пострадавших нет. Подробности у Елены Яговцевой. Стена упала вот так, и мы от испуга она. И первая квартира, вот я внизу, и на первом этаже квартира голая, и на втором этаже квартира голая. Небольшая улица Достоевского тесно заставлена автомобилями службы спасения, полиции, скорой помощи и МЧС. Оперативники выясняют, не завалило ли кого-нибудь обломками кирпича. С торца здания обрушилась стена, предназначенная для предупреждения распространения пожара. Из дома эвакуировали более 10 человек. Сидел, смотрел телевизор, что-то загрохотало. Вышел на улицу, открыл дверь, смотрю, стены нету. Стена рухнула. Жильцам предложили разместиться в гостинице «Просоюзная», что на улице 9 мая. Но большинство нашли приют у родственников и знакомых. Дом чуть-чуть не дотянул до своего векового юбилея. Он был построен в 1917 году. Как рассказали жильцы, здание признали аварийным еще в 2012 году. У нас полтора года назад потолок кухни рухнул. Все знали об этом. Часть стена рухнула. Никому дела до нас нет. Каждый год собираются расселять, и все откладывают, и откладывают. По словам представителей администрации, проверка по факту обрушения, а также обследование здания займут около двух недель. Все это время в целях безопасности в дом никого не пустят. Что же касается его будущего, чиновники заявили, за счет бюджета расселять барак не планировали, так как он находится в частной собственности. Надеялись на инвестора-застройщика, но не сложилось. В 2014 году были приняты ограничения по застройке территории квартала 117, который оказался в зоне регулирования застройки с видом хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Тюремный замок». Это и повлияло на моменты, связанные с дальнейшей застройкой данной территории. На сегодня высотность здания ограничена 10,5 метрами. И так как возможности построить более высокое здание на этом месте нет, инвесторов на него тоже нет. К слову, в четырех квартирах аварийного дома насчитывается 74 собственника. Ленинский суд Перми арестовал директора Пермского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Дмитрия Дымбрылова, а также его заместителя Наталью Гладкову. Они будут содержаться под стражей в сезон номер один до 1 июня. Руководители МФЦ являются фигурантами уголовного дела, возбужденного краевым управлением ФСБ, по факту хищения 31 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета на развитие и ремонт сети многофункциональных центров в Пермском крае. По версии силовиков, Дымбрылов и Гладкова составили фиктивные документы, в которых существенно завысили стоимость выполненных работ по развитию и ремонту нескольких МФЦ. Нешуточный скандал разгорается в Краевом управлении Росимущества. 28 марта его временным руководителем был назначен Денис Пивненко. Ранее он работал заместителем начальника Волгоградского Росимущества. На первом же совещании Пивненко отстранил от работы двух заместителей и двух начальников отделов на время проведения служебной проверки, заподозрив подчиненных в превышении должностных полномочий и других проступках. Сами опальные замы исполнять приказы нового начальника отказываются, считая, что это он нарушает закон. Обе стороны конфликта выслушал Евгений Гуляев. Проведение служебной проверки – это такой же нормальный процесс, как, например, подготовка любого документа. И здесь чего-то сверхъестественного в этом событии, на мой взгляд, нет. Так объясняет свои первые действия на посту исполняющего обязанности руководителя Краевого управления Росимущества Денис Пивненко. На оперативном совещании он отстранил от исполнения обязанностей с сохранением заработной платы двух своих замов и двух начальников отделов. Причина – служебная проверка по признакам дисциплинарного проступка. Полагаю, что имеют место все-таки превышение должностных полномочий в разрез с той структурой территориального управления, которая утверждена Росимуществом, и, соответственно, подготовка, рассмотрение подписания документов лицами на то неуполномоченными. По словам Дениса Пивненко, для проведения проверки из сотрудников коллектива была создана комиссия. Результаты ее работы будут известны к 27 апреля. Между тем, все действия нового руководителя опальные замы встречают в штыки. И в первые дни его работы даже опечатали двери своих кабинетов. А свой первый рабочий день, когда он явился сюда, он порывался проникнуть в закрытые кабинеты. Один из замов Пивненко Андрей Баев объясняет, действия нового руководителя нарушают трудовое законодательство. По его словам, отстраненных сотрудников не ознакомили с приказом в установленном порядке. Сам по себе факт нарушения процедуры, ознакомление с этим приказом, оглашение документов, которые предшествуют его изданию, тоже является нарушением трудовых прав работников. И даже это обстоятельство может послужить основанием и уже послужило основанием для обращения, например, в прокуратуру. А по словам второго зама Галины Постоноговой, которая на момент оглашения приказа о проведении проверки была в отпуске, в действиях Пивненко на посту руководителя могут усматриваться и нарушения, связанные с уголовным кодексом. Незаконные действия будут оспорены. И пресечены. И пресечены обязательно. Потому что действия, безусловно, мы это видим, направлены на воспрепятствование, во-первых, нашей законной деятельности, а во-вторых, на нанесение Российской Федерации имущественного ущерба. Это очевидно. Что, кому и насколько очевидно, первые ответы на эти вопросы и должна дать служебная проверка, по итогам которой работа, возможно, уже появится у компетентных органов. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Воткнул ножницы в лицо пенсионерки. Кунгурские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на 63-летнюю женщину. Мужчина набросился на нее в момент, когда та вышла из магазина. Ударил по лицу ножницами, выхватил из рук пакет с продуктами и скрылся репортаж Елены Яговцевой. Центр Кунгура – середина дня. Это кадры системы видеонаблюдения. Мужчина убегает с места преступления, прижимая добычу пакет с продуктами. Нападение на пожилую женщину произошло, когда она выходила из магазина. Из-за буханки хлеба и куска колбасы преступник едва не лишил ее жизни. Когда мужчина напал на женщину, отобрал у нее пакет и порезал ей лицо, ножницами, как последствия было установлено, потерпевшая обратилась за помощью в ближайшую торговую точку и попросила продавца вызвать в полицию. Продукты предназначались инвалиду, за которым женщина ухаживала. Теперь ей самой потребовалась серьезная медицинская помощь. Пенсионерку госпитализировали в Пермскую краевую больницу. По горячим следам оперативники задержали двух человек. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили двух граждан, причастных в той или иной степени к данному преступлению граждане задержаны. Сейчас следствие определяет роль каждого в данном преступлении. Один из задержанных проходит по делу как свидетель. А вот второму, нигде не работающему и неоднократно судимому 39-летнему жителю Кунгура предъявлено обвинение по статье «Разбой». Мужчина уже признался в содеянном. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Летняя веранда на крыше Coffee City по Ленина, 98, появилась там, скорее всего, незаконно. В арбитражном суде опрошен специалист лаборатории судебных экспертиз, который давал заключение о возможности строительства этой веранды. По словам участника судебного процесса, общественника Дениса Галицкого, эксперт, заявил судье, надстройка кафе не может считаться объектом недвижимости, так как не имеет ни окон, ни дверей. А раз это не недвижимость, то имеет право существовать в таком виде. Галицкий уверен, это заведомо ложное заключение. Его вообще надо привлекать к уголовной ответственности, потому что он был вынужден сознаться, что часть того, что вошло в экспертизу, он подчеркнул из слов ответчика. То есть просто в разговоре ответчик ему сказал некоторые слова. Это не подтвержденные факты, документы, ничего, просто слова. И он это заложил в основу экспертизы. Напомним, весной прошлого года на крыше кафе Coffee City по Ленина 98 была надстроена летняя терраса прямо напротив окон второго этажа. Жители, поневоле ставшие участниками шоу за стеклом, обратились во все инстанции. Администрация Дзержинского района направила иск в арбитраж, потребовав у владельца кафе вернуть крыше первоначальный вид, снести террасу и лестничный марш с первого на второй этаж. Решение суда должно быть озвучено 27 апреля. Кому устранять последствия паводка в микрорайоне Костарева? Домовладение Рената Хабибулина по Грибоедово 65 затопило талыми водами. Но пенсионер винит в этом не наступившую весну, а коммунальщиков. В администрации района считает, виноват сам домовладелец. Две правды выслушал Евгений Гуляев. Ренат Хабибуллин показывает уровень талых вод, которые затопили весь его двор. Последствия от потопа можно сравнить разве что с селевыми сходами в южных районах страны. В гараже, осенях, бане 20-сантиметровый слой грязи. Без болотных сапог не обойтись. По словам пенсионера, в этом бедствии виноваты вовремя неподоспевшие коммунальщики. Я эту технику не дождался, ни людей, ни техники не дождался. Значит, в этот день, если помните, было очень обильное стеготание и очень сильный дождь шел. В связи с этим, значит, лужа в два раза больше, если не в три раза увеличилась. Тут я уже своими силами не смог ничего сделать, ничего абсолютно не смог сделать. И началось интенсивное затопление моего домовладения. Риск затопления возник в конце марта. Между двором и улицей Грибоедово дренажная канава. На одном из ее отрезков вкопана труба, которая периодически забивается. По звонку пенсионера коммунальщики уже приезжали и чистили дренаж. Но в аккурат, перед сильной оттепелью сетует пенсионер, взяли и не приехали. В администрации Мотовельхинского района считают, спасение утопающего частного дома – дело рук самого утопающего, вернее, его хозяина. Согласно статье 210 Гражданского кодекса, бремя содержания имущества несет собственник данного имущества. Также обеспечение тока талых вод лежит на владельца данного здания. По словам чиновника, надворная постройки Рената Хабибулина в этом году подтопила из-за того, что он отказался от предложения администрации района проложить перед его домом тротуар. И в месте, где заезд ему на участок, получилось немножко образование ниши. В связи с тем, паводковые талые воды проходят именно в этой нише. То есть, если бы, согласно предложения администрации района и подрядчики, за свой счет сделали полный тротуар, этой бы проблемы точно так же не было. Но Ренат Хабибуллин в своей правоте уверен и ждет представителей администрации оценить ущерб. Если, значит, 6-го числа с администрацией никто не приводит, я, значит, самостоятельно за свои денежные средства вызову представителя лицензионной организации, которая занимается составлением таких актов и, значит, подготовкой сметы по ущербу. И буду направлять документы в суд. Евгений Гуляев, Иван Худяков, Телевизионная служба новостей. Не восстание машин, а торжество высоких технологий. На Пермской ярмарке открылась выставка «Металлообработка сварка-2016». По мнению экспертов, это крупнейший специализированный форум в стране. Подробнее о нынешнем международном проекте Олег Романов. Искусство в металле, причем высокоточное. Уникальные технологии, интересные решения и передовое оборудование. На одной площадке представлены самые разные направления машиностроения, металлообрабатывающей промышленности, сварочного производства и не только. Эксперты с интересом обсуждают новинки. Разговор не абстрактный, а вполне предметный, прямо у станков. Любая выставка, тем более промышленная, по станкостроительной тематике, это эффективный инструмент для развития машиностроительного комплекса как региона, так и всего машиностроительного комплекса России. На выставки приезжает серьезное предприятие. Пермская ярмарка по праву считается крупнейшей международной выставкой металлообработки в России. Современные реалии подстегивают участников рынка к развитию. Топтаться на месте ни в коем случае нельзя. Для успешной конкуренции нужны актуальные решения и свежие, детально проработанные предложения. Форум промышленников способствует именно этим процессам. Стенды представлены очень высокого уровня. Организация хорошего уровня, все профессионально. Мы с интересом участвуем. Выставили совместный стенд немецких компаний в рамках спецпрограммы Министерства экономики Баварии. У представленных здесь фирм серьезный авторитет. Есть, кстати, и отличные русские машины. Сейчас как бы не наедешься по территориям. В Москву, во Франкфурт на Майне. А здесь фактически они приезжают нам. Есть громадный стенд сегодня Баварии. Вот мы стоим рядом с центром, условно говоря, Чехии. С индивидуальными встречами, с биржей деловых контактов. Дает именно такой целостный продукт, от которого сегодня промышленное предприятие нашего региона получает максимум эффекта. В ходе выставки эксперты обсудят опыт импортозамещения, варианты модернизации производства, совершенствования технологических процессов и многие другие насущные вопросы в сфере наукоемкого производства. Форум завершит работу 8 апреля. Олег Романов, Иван Худяков, Телевизионная служба новостей. Заключительная учебная четверть с завершенным ремонтом. Ученики 10-й гимназии вернулись с весенних каникул в обновленное учебное заведение. В здании отремонтировали спортивные и актовые залы. На очереди реконструкция фасада. 2014 год. Ежегодный турнир по стритболу среди школьников микрорайона Парковый. Спортивный праздник в 10-й гимназии омрачает состояние спортзала, всем своим видом взывающее к необходимости ремонта. Обшарпанные стены и потолок, старые окна. И вот торжественный момент настал. Сегодня гимназисты осваиваются в обновленном комфортном зале. Конечно, ждали нового зала. Когда зашли, очень обрадовались. Да, стало намного красивее, больше желания заниматься физкультурой. Теперь у известного своими спортивными достижениями учебного учреждения есть надежный тренировочный тыл. Здесь постоянно проходят соревнования по баскетболу и волейболу. Директор гимназии Ирина Груздева говорит, после ремонта как камень с души упал. И показывает обновленные помещения. Добиться преобразований помог депутат Пермской городской думы Михаил Черепанов, который выступил с инициативой внести в городской бюджет расходы на ремонт гимназии. Думцы предложение поддержали и деньги выделили. Очень приятно, что работа депутатов – это не только раздавать подарки по разным праздникам, но еще и помогать в решении очень сложных вопросов. И для нас очень значимо, что был отремонтирован не только спортивный зал, но еще и актовый зал, ремонт туалетов и даже на ремонт фасада. Удалось пролоббировать именно комплекс работы. Инициатива была от гимназии. Я увидел, поддержал. И вот это совместный труд. Я вообще за то, чтобы вся работа какая строится, она должна быть совместной. Потому что в этом случае и результат труда доставляет удовольствие не одному человеку, а именно большему количеству людей. Народный избранник считает, продвигать интересы жителей своего округа – прямая депутатская обязанность. Так, за последние годы по инициативе Михаила Черепанова заасфальтировали придомовые территории в десятки дворов и установили 15 детских площадок. А в рамках программы «Светлый город» на нескольких улицах микрорайона Парковой появилось освещение. Евгения Караксина, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.